Презентацию загрузили. Отлично. Да, вижу, что звук есть. Надеюсь, что ничего не фонит. В этот раз все проходит отлично. Рада приветствовать всех. Тех, кто меня не знает, рада познакомиться. Меня зовут Наталья Эрдман. Я проживаю в Эстонии, сама из Эстонии. И сегодня я познакомлю всех, кто еще не знает, информации по поездке на остров Кипр. Уважаемые участники, мы встречаемся с вами в прекрасном месте Средиземноморском побережье с 20 по 26 июня этого года. Это международная встреча для всех участников компании Skyway. И мы отправляемся в город Лимассол. Что для этого необходимо сделать? Для этого первый шаг вы решаете или не решаете принять участие. Это конкурс. Вы можете поехать за счет компании Skyway. Она оплачивает именно пребывание на острове Кипре. Гостиница и питание. Перелет, приезд, свою доставку вы оплачиваете сами. Так как мы едем со всех уголков планеты Земля, это действительно так, это не первая уже наша поездка, поэтому мы сами, скажем, организуем свою доставку до определенного места. И это место, куда мы едем отлично. Отдыхать, встречаться будет, проводиться тренинг. Это остров Кипр. Очень попрошу не путать с Грецией островом Крит. Следующий момент обязательно. Сейчас попробую презентацию пролистать. Что для этого нужно сделать? Обязательно нужно зарегистрироваться, пройти форму регистрации. Я могу сейчас ее также здесь в чат скинуть. Вы можете также скопировать эту ссылочку, вставить в окно вашего браузера и она у вас откроется. Вы увидите, какие моменты нужно заполнить. Я обращаю внимание на то, чтобы вы были внимательны, когда заполняете особенно поле вашего эмейла. Некоторые участники заполняют поля эмейла. Возможно, точку не ставят, ставят запятую и так далее. И если вы в течение суток не получаете инфописьмо договор на ваш эмейл, то, пожалуйста, отпишитесь на эмейл. Мне позже вот вы увидите сейчас на презентации этот эмейл. Те, кто отписываются, мы сразу все вопросы решаем. Выходят со мной на связи. Я также в течение суток, как правило, всю информацию вы получаете. Итак, условия конкурса. Этот конкурс стартовал уже 15 апреля и продлится он по 31 мая. Сумма сделанного объема 15 тысяч долларов. В объем входит сумма личных инвестиций плюс объем привлеченных инвестиций с первой линии за период с 15 апреля по 31 мая. Вы знаете, сейчас слушала Иннету. Благодарю тебе на это. Действительно, это очень хорошая мотивация для каждого, кто хочет вообще. Возможно, никогда не ездил или ездил, не был на острове Кипри. И мотивация также для очень многих тех, кто решил, еще не решил со своим отдыхом, с летним отдыхом. Вообще, это отличная компания, которая у нас будет собираться, где вы сможете общаться, установить деловые контакты, где будет также проведен тренинг, где вы сможете познакомиться. В общем, всех нас ожидает очень много красивых встреч, красивых путешествий по этому острову и так далее. Сейчас, минуточку, попробую перелеснуть. Сегодня почему-то что-то с самой площадкой у меня лично почему-то зависает. Вот что там. Да. Ну, я надеюсь, это не помешает вам прочтению. Что нас ждет? Нас ждет отель на набережной Лимасола, тип питания, то, что входит в наш пакет, завтраки плюс ужины, будет встреча с лидерами проекта и также участники компании Skyway, тренинг, такая конференция, где мы все встретимся. И будет проведен этот тренинг для, мотивационный тренинг для партнеров. Ну и, как я уже сказала, это действительно масса приятных сюрпризов, позитивные вообще эмоции. Отличный отдых. И те, кто не участвует в конкурсе, также могут к нам присоединиться. Поехать могут все. Компания Skyway делает такой, скажем, сейчас очень важный шаг навстречу нам всем, потому что это действительно достаточно бюджетная поездка. Она не стоит больших вложений. Те, кто хотят присоединиться и не участвуют в конкурсе, или те, кто не пройдет по конкурсу. Но, вы знаете, могут поехать целыми семьями, с друзьями и так далее. То есть мы будем все вместе общаться, знакомиться. Многие задают вопросы, будут ли экскурсии и так далее. Как правило, список экскурсий составляется уже в конце мая. И в начале июня всем участникам, те, кто зарегистрированы на поездку, высылается список экскурсий. Их стоимость. Стоимость от самой минимальной стоимости до, скажем, в зависимости от поездок. Мы делаем запрос в агентство Кипра, какие нам предоставляют экскурсии. И по желанию, абсолютно по желанию, каждый может выбрать и оплатить по своему кошельку, по карману. Вот. Поэтому у нас вообще такой отличный, скажем, отель, который будет находиться прямо на берегу моря. Буквально три минуты там через дорогу выходишь, и мы сразу будем наслаждаться солнечными и морскими ваннами, вместе отдыхать, вместе ездить на экскурсии. Потому что, вы знаете, такие поездки, они очень объединяют, они дают большие возможности для новых вообще контактов, знакомств и всего, чего, скажем, угодно. Так, сейчас попробуем еще раз. Следующий. Итак, стоимость нашего пакета пребывания 280 евро с 20 июня по 26 июня. Туда входят питание, завтраки и ужины. Здесь вот сейчас описано, вы видите, на презентации условия. В принципе, они взяты с инфописьма договора, которые после регистрации вы получаете на ваш мейл. Если у вас вот после сегодняшней встречи или у ваших друзей, знакомых, какому вы будете рассказывать или предлагать поехать вместе отдохнуть, возникнут какие-то вопросы, пожалуйста, вот здесь есть мейл. мастворсобака.gmail.com. Напишите ваши вопросы и я с удовольствием отвечу. Действительно, вот вижу, Родион, да, недорого. Эта бюджетная поездка сделана для того, чтобы все желающие могли поехать. Вот мы знаем с вами, что вообще такие большие поездки компаний, мотивационные, где проводятся тренинги, это достаточно дорогостоящие вещи. Но компания Skyway понимает вообще необходимость наших встреч совместных, объединения, знакомства, да, и мотивацию. Ведь каждый из нас, мы друг другу помогаем, мотивируем, возможно, делимся какими-то секретами, у каждого есть свой секрет успеха, скажем так, или какие-то свои очень важные моменты, как делать объемы и так далее, то, что говорила Инета. И когда мы встречаемся, вот такой и неформальный плюс обстановки, это очень стимулирует, помогает и мотивирует каждого из нас. Итак, дорогие друзья, что отдельно оплачивается? Сейчас я скажу более точно про перелет. Спрашивают, сколько он стоит, приблизительно ориентировочная цена, трансфер до гостиницы, значит, перелет. Когда вы получите на ваш e-mail письмо, там стоит ссылка для граждан Российской Федерации. Вы можете пройти по этой ссылочке и вбить туда. Допустим, вы летите с Москвы на остров Кипр. Также в письме стоит обозначение нашего аэропорта Ларнака. Вы его вбиваете, ставите даты, и вам выходят, значит, перелеты. С Москвы, Санкт-Петербурга очень много самолетов, вы знаете, каждые два часа. Приблизительная стоимость сейчас, я буду называть евро, потому что мне легче ориентироваться, чем рубля, где-то около 200 евро. Можно найти еще дешевле перелеты, но здесь нужно быть очень внимательно. И в инфописьме также будет стоять этот момент, описанный. Значит, подготовьте обязательно, еще время есть, у кого нет загранпаспортов. То есть вам нужно сейчас заняться оформлением загранпаспортов. Это люди, которые не проживают на территории Европейского Союза, кому необходимо открывать так называемую провизу. На остров Кипр виза не нужна как таковая, но необходимо будет оформить самостоятельно провизу. Что это значит? На самом деле в ссылке, в письме, в инфописьме там будет ссылка, все подробно описано. Для граждан Российской Федерации, допустим, Белоруссии, Казахстана, обращайтесь просто в посольство вашей страны, посольство Кипра. И для граждан Российской Федерации, насколько я знаю, Украина и Белоруссия, это провиза стоит бесплатно. Для российских граждан 100%. Она бесплатна, она оформляется в электронном виде, заполняется латиницей, там данные. Также есть ссылка и в письме прикреплен у меня документ, чтобы вы могли его видеть. Отправляете там все на русском языке, все достаточно очень просто. Я просто не могу показать это на экране, так как вот мне не демонстрирует мой экран, скажем, как оформляется это. Но я думаю, люди все взрослые, там на самом деле ничего сложного нет. Там просто заполняете поля имя, фамилия, там год рождения и так далее. И в течение трех суток вы получите на ваш email электронное письмо с посольства Кипра, значит, с этой провизой. Вы ее просто распечатываете, берете с собой, покупаете авиабилет и летите на остров Кипр. Здесь очень нужно быть внимательным вот в чем, о чем я в самом начале сказала по поводу авиабилетов. Если вы гражданин Российской Федерации и у вас нет больше виз никакой, шенгенской визы в другие страны, кроме вот оформленной провизы, то вам необходимо приобретать авиабилет, допустим, Москва до Кипра без где-то, скажем, остановки. Вот Москва, Чехия, Чехия, Кипр не получится, потому что вам нужно будет делать тогда транзитную чешскую визу. Вот здесь вот этот нюанс, пожалуйста, его учтите. Может, вам будут задавать также вопросы по этой информации, вы будете знать уже ответ. Также в инфописьме, который я отправляю после регистрации, там это все написано. Но иногда не все очень внимательно, скажем, читают все письмо и не всегда вся информация, скажем, сразу укладывается. Поэтому я ее несколько раз проговариваю. Значит, если вы, допустим, я вижу вопрос, Казахстан, Белоруссия, ну, в общем, все бывшего Советского Союза, да, республики, пожалуйста, в любой турагентство вашего города, в вашей страны наберите телефон, возьмите телефон, наберите номер и спросите на Кипр, нужна ли мне виза? И вам там же, тут же ответят. Или вам достаточно бесплатно оформлены вот провизы, как для граждан Российской Федерации. Или же вы заходите через интернет, вы можете найти посольство Казахстана, допустим, на Кипре. Кипрское посольство в Казахстане, извините, путаюсь после эстонского иногда. И зайти через интернет и посмотреть, какие есть условия вам для путешествия на остров Кипр. Везде есть язык вашей страны при посольстве, то есть это все достаточно легко и просто делается. У кого вид на жительство? Вид на жительство, уточните, где вид на жительство в ЕС, в Европейском Союзе, тогда вам не нужна провиза. Нет, вы тогда у вас, то есть вы путешествуете, как в любую другую страну Европейского Союза, если я вас правильно поняла, Валдис. То есть люди с паспортом, которые являются, скажем, на территории проживают ЕС, зарегистрированы на территории Европейского Союза, то, как обычно, мы путешествуем, нам нужен только действующий документ. Здесь вот этот момент, как раз с гражданами Российской Федерации вам нужен загранпаспорт, который вы еще успеваете сейчас оформить, оформить провизу. Она, еще раз говорю, это очень удобно, в течение трех суток оформляется самостоятельно и бесплатно. То есть за это ничего платить не нужно. Расселение у нас происходит в двухместных номерах, то есть если вы летите с кем-то, то вы и форму регистрации заполняете одну на двоих, или там, допустим, на троих, если вы троем в номере заселяетесь. Если вы хотите заселяться, один человек заселяется только, чтобы вам никого не подселили. Подселяет, мы расселение делаем следующим образом, женщина-женщина, мужчина-мужчина. Вот, тогда вы пишите мне заявку на мейл, и я вам присылаю, сколько нужно к пакету доплачивать за одноместное размещение. Как правило, это уже мировой стандарт, одноместные номера стоят намного-намного выше, нежели чем размещение двух человек, двухместных номеров. Это такая международная практика, поэтому здесь вот есть такие моменты. Вижу, больше пока вопросов нет, надеюсь, что я на все вопросы ответила. Друзья, мы все встречаемся на солнечном, средиземноморском побережье острова Кипра уже в июне, где мы вместе и отдохнем, и будет классные встречи и тренинги, поэтому заполняйте регистрацию для участников, куда мы вместе с вами отправимся. Значит, по поводу гостиницы. На сегодняшний день у нас всего полтора месяца, и гостиница, вы поймите, что это такие условия жесткие, в том смысле, что мы не знаем точное количество участников, то есть будет ли нас 30, будет ли нас 60 или будет нас 80 человек. Из-за этого у нас, скажем, сейчас забронирована гостиница, которая находится в Лимассоле, на берегу Лимассола, и входит тип питания, завтраки и ужины. Это то, за что мы ответственны, что это гарантировано. Сама название гостиницы, когда уже будет сформирована группа, будет, значит, мы подведем итоги где-то, не где-то, я думаю, что Инета или Ирина Волкова, точнее, 1 июня будут высланы на мейл итоги конкурса, те, кто победил, и также озвучены списки победителей, я думаю, там на официальном сайте, где-то будут страницы сделаны и так далее. То есть те, кто выиграет в конкурсе, вам нужно будет только позаботиться о том, чтобы был действующий паспорт, и те, у кого нету визы, граждане Российской Федерации, сделать провизу. Ну, как я уже сказала, она оформляется бесплатно в течение трех суток. Вот. Значит, что касается гостиницы, гостиница будет известна, когда будет сформирована вся группа всех участников. Вы получите на мейл, мы будем чаще встречаться уже, скажем, будут закрытые встречи для участников поездки. Вы на мейл получите ваучеры с гостиницей, с адресом. Это будет где-то сделано, думаю, две недели до въезда, то есть в начале июня, как правило. Значит, можно ли заказать количество дней больше из-за вылета? Вы знаете, это все делается индивидуально по заявке, вы пишете на мейл точные даты, и, соответственно, цена, вы понимаете, что это вот пакеты именно с 20 по 26. Вообще, лично я по своему опыту рекомендую остров Кипр, те, кто прилетает туда, вы можете самостоятельно, допустим, большее количество дней заказать в город, в который прилетаете. Это Ларнака, где находится аэропорт, посмотреть этот город, познакомиться с ним, поехать, допустим, к 20 числу приехать в нашу гостиницу, так как у вас будет выкуплен пакет, провести с нашей группой, с нашей компанией совместный отдых и отправиться дальше путешествовать по Кипру. На самом деле, вот сколько провожу таких совместных поездок, в том числе и с компанией SkyWest нашей, это самый оптимальный и лучший вариант, чтобы не останавливаться на долгое время в одном месте, в одной гостинице, потому что очень много красивых мест, есть, что посетить, есть, что посмотреть, другие гостиницы. Вы можете, уже исходя из своего, скажем, предпочтения, кому-то нравится отдыхать только в пятизвездочных гостиницах, да, может быть, вы наоборот хотите чуть экономнее сделать свой отдых и так далее. Поэтому это моя рекомендация по поводу количества дней. Значит, 15 тысяч долларов, если партнеры оплачивают по дисконту в рассрочке. Ну, Иннета, может быть, уточнит, но, насколько я понимаю, насколько я знаю, то есть с 15 апреля по 31 мая действует конкурс. И итоги будут проверяться именно вот количество вот именно в этот период времени, то есть не больше, не раньше и не позже. И если за этот период времени будут сделаны эти объемы, значит, человек пройдет по конкурсу. Сейчас попробую поставить, да, минуточку, вот. То есть даты стоят, но в любом случае я попрошу вас сейчас зарегистрироваться. Первое, для того, чтобы мы видели, когда вы регистрируетесь, это официальная ваша заявка на участие в конкурсе. Мы вас будем, то есть компания будет проверять с 31 мая, 1 июня ваши объемы, и те, кто сделает эти объемы, будут объявлены победителями конкурса. Те, кто хотят просто присоединиться, с нами могут поехать отдыхать все желающие, то есть нету какого-то возрастного ограничения и так далее. То есть мы собираемся все вместе для того, чтобы классно провести время, для того, чтобы классно отдохнуть, перезагрузиться и с новыми силами приступить к новой, скажем, той работе, которую все с удовольствием сейчас делают. Так, я пока не вижу больше вопросов, надеюсь, что я ответила в основном на все вопросы. Сейчас поставлю в конце, постараюсь поставить самый ролик, который был уже в рассылке от компании SkyWay сделан. И если есть вопросы, пожалуйста, пишите их на мейл. И встречаемся на солнечном острове Кипре. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!